Девушки отдыхают Ну, теперь можем идти? Ха! Я была на Хиндерсфиале довольно давно, но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. Похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о Дикой Охоте всегда не вовремя. Вик, Анна, они едва бриться-то начали, а вот уже лежат в земле. А я живой, и ничего-то со мной не сделалось. А, может, как-то звезды сдувались. Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила Дикая Охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу владьей из ногтей мертвецов. Как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь... Вы хотели о ком-то спрашивать, а не рано бередить. Хватит. Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь. Затащить Лейфа. Но столько тел. И Оли, и Ингвар. Маленький Нейки. Куда уехали всадники? К морю. По пустоши. На конях из костей. Из костей и льда. И... Хватит. Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такое не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это... Это Цири. У нее был шрам. Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до... Всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят. Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то. Она выглядела усталой. Очень усталой. И... Волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Скля... Трус. Прости. Трус. Трус сказал бы вам больше. Этот... Трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом. Даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу. Сражаться с Моркваргом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Моркварга, Трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами и прошу от вас того же. И где эта священная роща? Недалеко. К северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в рощи навсегда. Моркварг? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных. Детей. Я от этих знаю. Говорили, что боится он одного. Гнева богов. И Моркварг решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндерсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше десяти лет назад. Верховная жрица Ульве стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие. И Моркварг превратился в чудовище. Проклятие? Чудовище? Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я могу избавиться от Моркварга. Не знаю, во что он превратился, но думаю, Серебряный Меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Моркварга. Но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором, сыном Эйнара. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Моркварга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрею. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Я-то издалека таких, как ты, узнаешь. Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что, например? Придет время, увидишь. Могло бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда?